Монахи монастыря Джонанг Сегодня начинается очень важное событие для традиции Джонанг. Традиция в Джонанг не очень известна в Европе или во всем мире. Ее распространяет на территории России СНГ Лама Юнтен Геалцу. И сегодня важное событие заключается в том, что прибыли монахи из Шимблевского монастыря в Джонанге. Всего существует два монастыря вне территории Тибета. Это в Катманду и в Индии. И вот монахи из Индийского монастыря прибыли сегодня в Москву, в Россию для строительства нескольких мандал и проведения ритуалов, связанных с традицией Джонанг. Можно смело говорить о большой удаче, которой обладают российские буддисты в связи с тем, что Лама Юнтен Геалцу предпринимает большие усилия по распространению учений Калачакра-тантры, которая является магистральной практикой в традиции Джонанг. Калачакра – это одна из тантры тибетского буддизма. Она относится к наиболее поздним тантрам. И у нее очень интересная история, когда она только укоренилась в Индии. Там было как раз нашествие, и в том числе была разрушена стриналанта. И в это время Калачакра примерно переходит к себе, где и передается великим мастерам. И эти мастера в это время называются практиками Калачакры. И потом уже Кумпанг Чуджо Цандру позднее оформляет это течение в практиках Калачакры, где наставления по практике передавались из устно от учителя к ученику. Он это оформляет традицию, строится первый монастырь, отсюда берет именно корни традиции Джонанг. И в традиции Джонанг так сложилось, что практика Калачакры является основной практикой. И на сегодняшний момент шесть йог Калачакры, стадия дзагрим, стадия завершения. Вот в школе Джонанг, школа Джонанг это единственная школа, которая является держателем стадии завершения практики Калачакры. Приехавшие в Москву монахи, всех желающих обучают изготавливать торма, масляные скульптуры для подношений, а также игре на музыкальных инструментах, которые используются во время тантрических ритуалов. Кроме большого числа посвящений и ритуалов, с 29 сентября по 6 октября будет построена песочная мандала Калачакры. Калачакра это одна из систем тантры, высшей йога тантры, класса нутара тантры. И его святейшество Далай-лама дает очень много сейчас посвящений Калачакры, подчеркивая важность сохранения мира во всем мире и гармонизации пространства. Так, в Москве, вот это уже не первая по счёту мандала Калачакры, но каждый раз это очень важное событие для Москвы, для России. Эта мандала позволит установить мир в нашей стране, помочь гармонизировать всё пространство. И мы надеемся, что те люди, кто придёт посмотреть на мандалу, смогут накопить благие заслуги, очистить своё сознание и стать духовно более совершенным. Стартовавшая в эти дни программа буддийских посвящений а далее строительство мандалы Калачакры для всех заинтересованных людей может стать хорошей точкой отсчёта личной духовной практики и знакомством с уникальной традицией Джонанг. Монахи традиции Джонанг приехали сюда, потому что в Европе о традиции Джонанг и тантре Калачакры известно немного. Монахи традиции Джонанг являются держателями этой тантры, в частности держателями шести йог Калачакры. Постепенно я надеюсь, что методы достижения просветления с помощью этой тантры будут раскрыты на Западе и принесут много пользы. Я как последователь этой традиции вижу, что она ещё малоизвестна, хотя в этой традиции есть очень интересные учения и очень много опытных мастеров. Всё это могло бы принести большую пользу на Западе, поэтому проведение таких мероприятий, как сейчас организовали мы, очень важно, и в будущем мы также планируем приглашать тибетских монахов, и не только для строительства мандалы, но для обучения изготовлению тарма, проведения тантрических ритуалов и даяния философских учений, воззрение Джинтонг, держателем которого также является традиция Джонанг.